Привет, друзья! Сегодня я попробую изготовить оригинальную шариковую ручку из доступных материалов. Для носовой части я взял латунную заглушку, но в принципе можно взять и простую. Для начала просверливаем отверстие для пишущего узла, так по-моему называется, металлическая часть с шариком. Сверло 2 мм, но походу у моей пасты этот узел чуть большего диаметра, поэтому я немного рассверлю отверстие. Теперь берем гайку М6 и рассверливаем ее сверлом на 7 мм. Также берем аналогичную удлиненную гайку и рассверливаем ее тем же сверлом на 1 треть. Теперь я накручу свои заготовки на часть шпильки, плотно зажимаем соединение. И придаем материалу необходимую форму. Латунь мягкий склад и легко поддается обработке. Теперь меняем наждачку на более мелкое зерно и убираем все царапины от грубой наждачки. Крупный круг у меня был с маркировкой 38, а мелкий 360. Теперь полируем нашу заготовку, смазав полировочный круг пастой ГОИ. Для второй нашей заготовки нам понадобится болт и гайка, на всякий случай я взял и накрутил две гайки. Придаем нашей заготовке круглую форму. Так как в результате трения металл нагревается, то как вы видите, он начинает менять цвет. Эти цвета называются цветами побежалости. По шкале цветов побежалости можно определить, какая температура воздействовала на данный металл. Я все равно многовато резьбы. Можно в три раза меньше. Теперь нагреваем наши рассверленные гайки. И как я говорил, металл поменял свой цвет. Получается как бы напыление. Притом полировка никуда не делась. Теперь берем медный провод сечением 2,5 мм. Можно и тоньше. А вот толщи не советую, будет трудно мотать. Я буду мотать нашу проволоку на переводе с веро 10 мм. Хвостовик которой как раз 7 мм. То, что мне надо. Теперь выравниваем края спирали. Для начала сочим нашу спираль на треть с помощью наждачки. После отполируем. Поехали. Держите муты. Теперь на missinguss' твецкар. Поехалионов. В Louis刀 проехали patterns так же. За основу я взял инсулиновый шприц. Избавляемся от задней его части. Продолжение следует... С помощью герметика соединяем все наши детали и оставляем на время для полного затвердевания. Осталось ставить пасту и все. Продолжение следует... Ручка получилась довольно увесистая. Чисто мужской суровый вариант. После я почищу все ворсинки и остатки пасты обычной старой зубной щеткой. Кто-то скажет, что медь окисляется. Время покажет. Руки у меня не потеют, я не писатель и не бухгалтер. Пишу не так часто, разве что тексты к роликам. К этому, кстати, я писал уже новой ручкой. А поток к ней так отполирую, не вопрос. Мне моя работа очень понравилась. А главное, я приобрел опыт, который на Алиэкспресс точно не купишь. Ну а на сегодня все, друзья. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч. Здоровья вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok